Я считаю, что гражданам страны некогда сейчас скучать. Каждый второй живет на 15 тысяч рублей менее в месяц. Коммуналка выросла на 12-15%, рубль подешевел вдвое, продовольствие выросло на 20-30%, а то и 40%, и многие не сводят концы с концами. Поэтому люди надеялись, что в ходе выборной кампании будут даны ответы на вопросы, что им делать, когда растут цены, каким образом им платить налоги за капремонт, когда пенсия у пенсионера средняя 10 тысяч рублей. Но они надеялись, что будут полноценные дебаты и услышат ответы от партии власти и от оппозиции. Мы к выборам готовились очень тщательно, подготовили реальную программу, прежде всего поддержки экономики, промышленности и сельского хозяйства. Мы считаем, что из тех 9,6 триллионов рублей, которые есть в бюджетных средах, но лежат в иностранных банках, основно американских, они нам выбили не просто санкции, а экономическую войну, можно было распорядиться наиболее рационально. С другой стороны, мы вносили закон о том, чтобы богатые, кто получает чуть ли не по миллиону рублей в день, платили нормальный, общеевропейский налог прогрессивный, еще было 4 триллиона, и предлагали разумно распорядиться этими суммами. К сожалению, такой дискуссии не было, ее всячески замалчивали из-за так. Одновременно мы весьма заинтересованы в развитии образования и здравоохранения. Сегодня идет по всей стране войн против ЕГЭ, а что касается здравоохранения, ее обрезали по самую ручку на 60-70%. Ни таблетки не купишь, ни поликлиники не остаются. Мы предлагали провести эту дискуссию, и уверен, что избиратель бы с огромным интересом смотрел, слушал, а потом приходил бы осознанно голосовать. Что касается кадров, мы впервые выставили сильную, хорошо подготовленную команду своих комбинатов на губернаторские выборы. Мы считали, что Левченко в Иркутске, Мамаеву Мариелу, Денисенске в Омской области, Шурчанов в Чувашии, Коломейцев в Ростовской области, Ижицкий в Костромееве, целый ряд других, абсолютно в состоянии составить реальную конкуренцию. Как показал подсчет голосов, составили эту конкуренцию. Как не тащили представители партии власти в Иркутске, но до 50% не затащили. Хотя Левченко побеждал, говорено, еще в 2001 году, час ночи 4 с лишним процента было плюс, а потом все зависло. Утро простулись, уже проигрывает почти полтора процента. А там сколько ни судились, бесполезно. То же самое сейчас произошло в Мариел. В полдвенадцать отключили систему. В 12 часов, как известно в той сказке, плохие бюллетени поменялись на хорошие и попали в пользу губернатора. И утром вдруг, оказывается, губернатор набрал 50,7%. Хотя там этим и не пахло. Мы сейчас продолжаем подсчеты, работу и многое другое. Денисенко шел уверенно на выборах, но его сняли под надуманным прилогом. Две недели бились в Верховном суде, восстановили. Но две недели потеряны на выборах, тем более летних выборов. Вы понимаете, что это такое? Короче говоря, ситуация складывается, на наш взгляд, такова, что выборами ответили на главный вопрос. Можно ли страну демократично и честно выводить из нынешней ситуации? Почему не дают появиться новым лидерам, которых затаптывают при первой возможности? Почему уходят от реальной повестки дня, которая стоит перед каждым гражданином? Если взять в целом результаты, тоже хочу от души поблагодарить всех, кто нам помогал, голосовал, поддерживал. Мы удвоили результат муниципальных образований. Даже в Татарстане и Башкирии мы удвоили результат. Мы привели на места много молодых, талантливых ребят. И к 11 тысячам депутатам, которые выражают наши интересы в собраниях и на разных уровнях, прибавилась еще большая и сильная влияда. Мы считаем, что партия власти и все мы вместе должны сделать далеко идущую. Придент сформулировал свою повестку. Во внешнем плане мы многое поддерживали и поддержали. Но на внутренней ситуации такова, что правительство не выполняет ни своих обязательств, хотя вчера премьер говорил, что все будет выполнено. И оно не в состоянии при этой финансе экономической политики выполнить свои обязательства. Оно их просто не выполнено. Что касается Улюкаева, он занимается экономической дурилкой, рассказывает всякие сказки. Возьмите все его прогнозы за последнее время, ни один близко не сходится. Его густовский прогноз уже провалился, переносит принятие бюджета на целый месяц представления документов и одновременно урезают, в том числе и бюджетный кодекс. Там же на три года надо давать программу. До года. Почему? Потому что не в состоянии предсказать никаких процессов. А что касается финансов, все привязаны к нефти и газу, и к металлу. А эти ресурсы не будут востребованы. Мировая экономика стагрирует, и у нас впереди очень плохие перспективы. Давайте принимать исчерпнущие решения. Мы готовы к этому, подготовили все необходимое, и проекты законов лежат в душе. Мы их завтра будем носить и настаивать на том, чтобы они рассматривались в первую очередь. В целом свертывается политическая система. Объясняли и говорили, сложилось. Вот здесь представляют четыре крупнейших политических течений. Зачем надо было догонять до 70 с лишним партий? 50 партий пришли на выборы. Кто их знает, их Чуровом не перечислили. Это все еще одна политическая дурилка, которая вообще парализует саму политическую систему. На местных выборах уже выборов практически нет. Они тоже свернутся. Проводается процесс назначения. Всякие эти барьеры выдуманные, они давно должны быть отменены. На президентские выборы партия может свой пандидата вызвать, а на губернатора надо ходить, побираться, собирать. А при той дурилке, которая есть на местах, собрать очень трудно. Вы понимаете, почему нет смысла об этом говорить и догадывать. Ну и самое удивительное, на фоне кризиса, невиданного спада производства, тяжелого финансового состояния. И вдруг получать по 70, 80, 90 процентов, ну если Единая Россия удастся вытащить страну из кризиса, наверное будет по 120, по 130. Но вообще это уже не выбор. Что касается криминала, он снова полез на выборы. У нас состояние в Ростовской области было трагичное и печальное. Мы в прошлый раз не признали, приглашали. Приезжал губернатор, сплялся, сидел перед всеми нами и говорил, что будет порядок. Сейчас повторили все самое худшее, что только можно придумать и что было придумано за последние 20 лет. Аналогичная ситуация сейчас с Нижним Новгородом. Появились не двойники, а тройники. Например, против одного из наших кандидатов двое поменяли фамилию, имя, отчество. Регистрируют, записывают и начинают дурить граждане, издеваться над ними. Конечно, на такие выборы нормальному человеку не очень хочется идти. Хотя хотелось бы исправить положение бюллетенем, а не бы лыжникам. Поэтому мы заинтересованы в честных выборах. Что касается подкупа, он приобрел уже абсолютно изощренный форум. Завершаю. Мы считаем, что недоверие, которое высказывают избиратели к выборам, в целом опасно. Мы обязаны все сделать, чтобы восстановить нормальный выбранный процесс. И готовы внести в Думу 15 предложений на сей счет. Я надеюсь, что вновь единая Россия их не станет откладывать в сторону. Выбор – это то, что может решить проблемы мирно, демократично, в том числе и стабилизировать обстановку. А если все за тяжелым экономическим, финансовым принципом к этому прибавятся политические, то это будет плохо для всех граждан страны. Мы намерены все сделать для того, чтобы страна могла проводить честный, демократический, нормальный выбор.